Анализируя сводки криминальных происшествий, прокуроры установили резкий скачок краж аккумуляторов и запасных частей автомобилей. Полиция получила задание провести проверки пунктов приема металлолома и мастерских, скупающих запчасти. В результате выявлены и задержаны несколько преступных групп, промышлявших подобными кражами. Тем же способом, анализируя криминальные сводки, прокуроры выявили преступную деятельность самих полицейских. Установлены многочисленные факты искажения данных о раскрываемости краж и мелких хищений. Так, сотрудники Абайского отдела полиции для повышения своих ведомственных показателей искусственно зарегистрировали два уголовных проступка и якобы раскрыли их. Фактически таких правонарушений вообще не совершалось. В отношении сотрудников полиции возбуждено пять дел. Успешно раскрывая несовершенные преступления, в полиции между тем укрывали от учета реальные факты. В том же Абайском отделе полиции выявлено укрытие 65 заявлений и материалов об уголовных правонарушениях. Среди особо резонансных дел прокуроры отметили продолжающееся расследование в отношении сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела административной полиции, а также арест семьи Акимов в Махта-Аральском районе. Чиновники обвиняются в получении взяток. В целом в этом году удалось добиться снижения преступности по ряду показателей. В том числе на 12% сократилось количество особо тяжких преступлений. Более чем на четверть меньше стало убийств. Количество разбоев снизилось на 15%. За последние 10 лет в Шимкенте отмечалась тенденция роста преступности. Около 70% правонарушений регистрируется в областном центре. В результате реализации специальных проектов, разработанных прокуратурой, таких как Шимкент, Безопасный город, Общество без мошенников и других, количество уголовных правонарушений в городе впервые с 2009 года снизилось на 6,5%. В заключении брифинга прокурор ответил на вопросы журналистов.